Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Суд в Подмосковье рассматривает дело о лишении российского гражданства экоактивиста Аршака Макичана. Большую часть своей жизни Макичан прожил в Подмосковье, но получил российское гражданство. Кстати, оно у него единственное, не по месту рождения. И теперь прокуратура заявляет, что в 2004 году, получая гражданство, Макичан, которому тогда было 10 лет, сообщил о себе ложные сведения. Поэтому россиянинам ему называться не положено. Активист же уверен, что власти, лишая гражданства, хотят наказать его за активную антивоенную позицию, рассказывает Иван Воронин. Это экоактивист, участник международного экологического движения Fridays for Future Аршак Макичан. Спустя месяц после начала войны с Украиной он с женой на время уехал из России, по его словам, чтобы подумать о том, как жить дальше, если ты не поддерживаешь спецоперацию. Все антивоенные акции разгонялись моментально, а за высказывания начали возбуждать и уголовные дела о дискредитации армии России. Вернуться в страну Аршак планировал в середине июня. Правда, к тому моменту его статус в России может сильно измениться. Я узнал через госуслуги, когда зашел и очередной раз проверить административки свои. Мне туда пришло письмо о том, что есть такое дело гражданское, и я не понял, про что это изначально. А потом просил съездить и уточнить, ну, и получить материалы дела. И в итоге оказалось, что это дело полисы. У меня гражданство. Сейчас как-то, наверное, очевидно, что возвращаться без смысла особого нет. Потому что либо меня арестуют и депортируют непонятно куда, потому что у меня другого гражданства нет, либо просто арестуют. В том, что у иска прокуратуры политическая подоплека, Аршак Макичан не сомневается. Во-первых, уже был прецедент. С экологической повесткой он планировал идти на выборы в Госдуму в прошлом году от партии «Яблоко», которая в последний момент не стала включать его в списки кандидатов. По словам Аршака Макичана, один из членов партии рассказал ему об угрозах от властей. Если активист останется в списках, его лишат гражданство. Во-вторых, рассказывает Макичан, он всегда стремился политизировать эко-протест, понимая, что борьба с климатическим кризисом невозможна без политических решений на высоком уровне. Основная причина климатического кризиса — это ископаемое топливо. И поэтому мы тут в Европе и вообще и до этого требовали эмбарго на ископаемое топливо из России. Потому что, во-первых, Европа, покупая ископаемое топливо из России, финансирует напрямую войну. Потому что эти деньги идут на войну. Решения к климатическому кризису лежат на системном уровне. И что с такими коррупционерами и преступниками во власти, никаких решений этим проблемам не будет. Сейчас вот все силы, которые в России пытались бороться с лесными пожарами, они сейчас воюют в Украине, убивают мирных граждан. Большую часть жизни Аршак прожил в России, в Подмосковье. В Москве он окончил консерваторию. Его жена — россиянка. По мнению прокуратуры, в 2004 году, подавая заявление на гражданство, Макичан якобы указал заведомо ложные сведения о месте проживания. Кроме того, как указано в иске, миграционные службы утратили часть документов. Это довольно странное сочетание претензий, рассказывает юрист Ольга Подоплелова, представляющая интересы Макичана в суде. Если раньше от этой практики страдали в основном люди, которые приехали в Россию и пытались здесь обустроиться, просто жить, теперь мы видим, что эта практика используется против политических активистов. Я думаю, что это, наверное, не последний случай, когда это произойдет. Того, что дела о лишении гражданства могут поставить на поток для борьбы с политическими активистами, опасается Яршак Макичан. Но в Конституции Российской Федерации есть статья 6, и в ней совершенно недвусмысленно записано. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Оказывается, это касается далеко не всех российских граждан, поясняет руководитель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Человек, который был признан гражданином на момент своего рождения, лишен гражданства быть не может. Потому что он признается гражданином просто от рождения, по своему факту рождения, вот как мы с вами, наверное, и лишить нас российского гражданства невозможно в соответствии с институцией, что бы мы ни устроили. Это речь идет о тех, кто принял российское гражданство из ли состояния лица без гражданства или будучи гражданином другого государства. К сожалению, вот в 17-м году это, так сказать, лишение гражданства, статья о лишении гражданства была дополнена еще и совершенно чудовищным параграфом. Там сказано, что если человек совершает преступление, то он как бы запланировал его заранее, это преступление, и солгал в тот момент, когда он давал обещание соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации. Его гражданство признается незаконно полученным, ненастоящим на том основании, что он тогда обещал быть хорошим, а потом оказался плохим. То есть как бы он тогда и не стал гражданином, потому что сообщил заведомо ложные сведения. Вы знаете, эту войну очень трудно понять, и сравнить ее можно вот с чем. Например, если вы признаете брак фиктивным, например, признаете фиктивным брак на том основании, что супруги, когда они женились, обещали любить и хранить друг другу верность до конца жизни, а потом один из них изменил другому. И как бы на этом основании считать, что это клятва была ложной, значит, брак не состоялся уже изначально. Вот приблизительно такая логика. Вот была введена такая норма. Буквально какие-то один-два случая таких вот, такого вот прямого применения встречала, когда действительно люди выходили из мест заключения, и у них был российский паспорт, и когда они выходили, признавалось, что они не граждане, и они лишались гражданства. Именно на том основании, что вот они же обещали соблюдать законодательство, а не соблюли. То есть надо тогда предполагать, что в момент, когда они обещали и принимали гражданство, они уже знали, что они собираются совершить преступление. Абсурдная, конечно, совершенно ситуация. Если это касается ребенка, то нельзя основываться на этой статье, потому что нельзя говорить о том, что он сообщил о себе какие-то ложные сведения. Он вообще о себе никаких сведений не сообщал. Сведения сообщали родители. Ну, можно их, конечно, лишить гражданства за это. Может быть, они специально вступали в российское гражданство вместе со своим ребенком, предполагая, что он преступление совершит. Но это зашкаливающий абсурд, на который даже наше законодательство не пойдет, конечно, и наши замечательные законодатели. Поэтому мне кажется, что когда речь идет о ребенке, который получал гражданство, да, он его получал, он не по рождению гражданин России, он получал это гражданство вместе с родителями, но он подпасть под эту статью, на мой взгляд, не может никак. Очень трудно залезть в голову законодателя нашего и понять, что он имеет в виду. Но по всей вероятности он имел в виду, что не нужно, чтобы люди, которые совершали преступление, назывались нашими гражданами. А если они не будут называться нашими гражданами, то тогда их можно выслать из страны после отбытия наказания. И мы избавимся от какого-то количества людей, склонных совершать преступления. Или не склонных, а совершивших ошибки. Или фальсифицированные преступления можно иметь в виду. Ведь это вот ужасно на самом деле. Какое количество людей привлечены к уголовной ответственности из тех, кто преступления не совершал. Это вот совершенно чудовищная ситуация. Но особенно вот по наркотическим статьям это что-то совершенно безумное. Когда хотят избавиться от неугодных, им отбораскивают наркотики. Это очень просто организуется. Это был комментарий председателя Комитета гражданской содействия Светланы Ганушкиной. Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист Максим Оленичев. Максим, здравствуйте. Да, вот Светлана Ганушкина довольно доходчиво объяснила, что власти все-таки могут лишать некоторых людей российского гражданства, и для этого придумали поправки в профильный закон. В таком случае, поясните, пожалуйста, а что не так с делом Аршака Макичана? Прокуратура инициировала иск о признании его неприобретшим российского гражданства. То есть в обиходе мы говорим о том, что его лишают гражданства, потому что это очень понятно по последствиям удовлетворения этого иска. Но правая процедура называется о признании лица неприобретшим гражданства. Когда Аршаку было 10 лет, как раз его родители подали документы о приобретении им российского гражданства, потому что до этого у Аршака никакого гражданства абсолютно не было. И власти... Это произошло в 2004 году. И только в 2021 году власти решили провести проверку законности получения Аршаком гражданства, то есть спустя достаточно большое количество лет, 17 лет, посмотрели в дело и обнаружили, что тот дом, где был зарегистрирован Аршак, он вот на текущий момент не пригоден, по их мнению, для проживания. И на этом основании они сделали вывод о том, что в 2004 году этот дом также не был пригоден для проживания, что соответствующее неправда. И прокуратура сделала фотографии в 2021 году, просила двух соседей в порядке Уголовно-процессуального кодекса, которые подтвердили о том, что последние несколько лет они не видели Аршака по этому адресу. Но эти основания и аргументация не выдерживают критики, потому что необходимо исследовать в суде ситуацию на 2004 год, когда Аршаку было 10 лет, и он действительно проживал по тому адресу, и на тот момент как раз все требования российского закона были соблюдены. И в этой ситуации, конечно, интересными являются два момента, как минимум. Первое, почему прокуратура спустя 17 лет только решила проверить законность получения Аршаком российского гражданства, и мы это связываем с тем, что Аршак является достаточно известным климатическим активистом, и в настоящее время проблемы изменения климата, они волнуют все больше и больше людей, и российское правительство никаким образом не хочет ничего в этом направлении делать. То есть, подождите, я хочу просто уточнить, все-таки изначально вот эти проверки начались, естественно, и вовсе не в связи с антивоенной позицией, потому что в 2021 году еще никакой войны не было, а именно просто из-за того, что он слишком много активничал. А это в том числе, потому что у прокуратуры была возможность либо подавать такой иск, либо не подавать. На самом деле в России у очень многих правоохранительных органов есть так называемый «компромат» в кавычках, но очень многих гражданских активистов. И либо эти дела дальше идут в суд, либо они не идут. В данном случае как раз призывы Аршака запретить импорт углеводородов из России в страны Западной Европы из-за войны с Украиной, как раз они стали тем стартовым толчком для того, чтобы прокуратура инициировала судебное разбирательство. Иск поступил в суд в мае 2022 года, когда уже два месяца велась война с Украиной. И как раз суд очень быстро назначил судебное разбирательство. В моей практике очень редко такое вообще случается. Прокуратура представила нам только копию иска и больше ничего, никаких приложенных документов. Мы их сами получали уже в суде, в нарушении закона прокуратура нам просто не прислала. И она, конечно, базируется на том, что сведения о том, что в 2004 году Аршак предоставил ложные сведения, прокуратура обнаружила в 2021 году. Однако даже с точки зрения закона формальной логики, не выдерживает данной аргументации никакой критики. И, конечно же, мы будем говорить о том, что это не так. Мы слышали же комментарии Светланы Алексеевны Ганушкиной, которая говорит, что это вообще довольно странно предъявлять претензии к человеку, который на тот момент, когда получал российское гражданство, и когда его родители представляли какие-то сведения, вообще был ребенком. Абсолютно с вами соглашусь, потому что здесь же закон даже говорит о том, что должны быть сведения заведомо ложные. То есть сам Аршак, он должен был в 10-летнем возрасте предположить о том, что он уже обманывает на тот момент российское государство, говоря о том, что не проживает по адресу регистрации, но этот адрес указывает в качестве контактного. Хотя на самом деле это было не так. И, конечно, это очень парадоксальная ситуация. Мы однозначно ее связываем с его активной антивоенной позицией. И это является формой политического давления. И, конечно, в суде мы будем представлять правую позицию для того, чтобы просить суд отказать в этом иске, потому что, на наш взгляд, он очень надуманный. И это дело не только про Аршака, это дело про многих гражданских активистов, которые выступают против войны, но изначально не имели по праву рождения российское гражданство, потому что в аналогичных ситуациях российское государство с ними может поступить точно таким же образом. А когда человека лишают единственного гражданства, ну вот как у Аршака сейчас, оно, российское гражданство, единственное, что с ним происходит? Вот что будет дальше, если, предположим, суд вынесет неблагоприятное для вашего доверителя решение? Россия спустя многие десятилетия все-таки предусмотрела документирование лиц без гражданцев России. Эта норма вступила с конца прошлого года в России. И в случае Аршака он сможет получить удостоверение лица без гражданства. Этот документ аналогичен паспорту гражданина Российской Федерации, только удостоверяет как раз личность именно лица без гражданства. И в этой ситуации он сможет по этому документу проживать в России. И спустя год он не сможет подавать на российское гражданство по упрощенной процедуре. Как только год пройдет, он сможет опять обратиться к российским властям. Но процедура приобретения российского гражданства состоит из многих этапов. Один из них – это проверка Федеральной службы безопасности оснований для приобретения гражданства. И в данном случае у ФСБ есть все возможности для того, чтобы выдать отрицательное заключение о выдаче гражданства Аршаку по причинам национальной безопасности. Потому что по национальной безопасности, к сожалению, современное российское государство понимает не реальную угрозу, а существование. Да все, что угодно, любая справка будет об этом свидетельствовать. При этом они не обязаны никаким образом расшифровывать, что именно имеют в виду. Если говорят, что кто-то представляет угрозу для национальной безопасности, то вот им и следует верить. А что уж, в чем эта угроза заключается? Вот вы уже отметили, что Аршак не единственный человек, который получил российское гражданство не по праву рождения, а другим способом. И сейчас многие люди, кто в аналогичной ситуации пребывает, оказались под угрозой лишения российского гражданства. Вам уже известны какие-то случаи начала проверок в отношении активистов? Или пока это только опасения? В отношении активистов пока нет других случаев. Но после обнародования ситуации с Аршаком люди стали писать в правозащитные организации. Причем люди, которые не являются абсолютно активистами, но высказывали антивоенную позицию. И было как минимум два обращения, из которых следовало о том, что в настоящий момент уже инициирована процедура признания лиц, не приобретшими российского гражданства. То есть сама по себе эта ситуация показывает, что процедура для российских властей достаточно простая. И ее могут запустить и в отношении не только активных людей, но и в отношении тех людей, которые просто высказывают антивоенную позицию. И это все идет на фоне текущих репрессивных законов, когда за высказывание антивоенной позиции грозит уголовное наказание до 15 лет лишения свободы. И понятно, что это идет в общем рамке репрессивной политики. То есть не обязательно принимать новые законы, можно использовать уже существующие для того, чтобы на практике создавать некоторые сложности и проблемы для тех людей, которые не согласны с теми действиями, которые сейчас осуществляет российское государство. Да, спасибо большое, Максим Оленьчев, юрист, был на связи с программой «Человек имеет право». По оценкам некоммерческой организации «Океи Рашенс», которая помогает россиянам, выступающим против войны с Украиной, уже к середине марта страну покинуло не менее 300 тысяч человек, не согласных с действиями российских властей. Куда они едут и кто помогает им в других странах, расскажет Анастасия Тищенко. Россияне стали чаще уезжать за границу, признали в Федеральной службе безопасности, проанализировав статистику за январь-март 2022 года. Так, в Армению за это время выехали 134 тысячи человек. Это в три раза больше, чем за тот же период год назад. Поток в Грузию через единственный сухопутный пункт пропуска в Верхнем Ларсе увеличился в пять раз. Туда отправились 38 тысяч россиян. Значительно вырос трафик в Узбекистан – 53 тысячи уехавших против 15 тысяч годом ранее, Таджикистан – 40 тысяч против 8, и Азербайджан – 56 тысяч против 20 тысяч. А вот число россиян, выехавших в Турцию в январе-марте 2022 года, сократилось на 104 тысячи, до 364 тысяч человек. Всего с начала года из России выехали более 15,5 миллиона граждан. Но подавляющее большинство из них все-таки вернулись на родину. Поездки были туристическими или деловыми. На постоянное место жительства официально уехали всего 12 россиян. 11 из них в Турцию, один в Казахстан. Но это официальная статистика, то есть данные тех граждан, которые снялись с регистрационного учета в России. Многие уезжают без этой процедуры. После 24 февраля, когда началась война в Украине, примерно 300 тысяч россиян, по данным организации OK Russians, приняли решение не жить в стране-агрессоре. За границей бегущим от режима россиянам помогают несколько организаций. Некоторые из них появились тогда же, в феврале-марте, за считанные дни. Например, в Черногории работает частный фонд «Пристанище». Его открыла семья Шмелевых из России, которые сами приехали около года назад. Они предоставляют бесплатное жилье на первые две недели, помогают найти работу, оказывают психологическую и юридическую помощь. Проект «Рапид Респонс Юнит» помогает россиянам, которым на родине грозит политическое преследование. Но у них нет финансовой возможности самостоятельно уехать. Авторы проекта работают анонимно. Куда именно переселяют, тоже не говорят. Указывают только, что это одна из постсоветских стран. Заявители покупают билеты, выделяют в суточный на месяц и предоставляют психологическую помощь. Общественная организация «Открытая Россия», признанная российскими властями нежелательной, также запустила свой проект «Ковчег», который с 10 марта помогает россиянам за границей, обеспечивает проживание и психологическую помощь. Но все это не решает вопрос с легализацией в другой стране. Так Латвия помогает в основном журналистам. В Риге образовался практический хаб независимых российских СМИ. Здесь работают, например, издания «Медуза», радио «Эхо Москвы», «Новая газета Европа», которые перевезли своих сотрудников. Нет войне! Нет войне! Тому, кто может, цитата, «убедительно доказать, что подвергался политическим репрессиям России», готовы по упрощенной процедуре предоставить национальную визу или вид на жительство в Германии. Похожую программу приняла 18 мая Чехия. Но количество людей, которым эти страны готовы оформить документы на долгосрочное пребывание ограничено, подчеркивают чиновники. Поэтому многие едут в Грузию, Армению и Казахстан, где россиянам изначально было легче пройти процедуры легализации.